Загадка по-саратовски А так все буйные оказывались по соседству у полицейских, которых жильцы дома часто ищут в коридорах суда Зал заседаний, кабинет судей, секретариат, архив и санузел 5 комнат на 70 с лишним квадратных метрах вместо 150 положенных Как результат, папки с делами лежат в коридоре и прикрыты дверью За день сюда приходит больше 100 человек За год участок рассматривает порядка 4000 гражданских, 70 уголовных дел С открытыми окнами вместо кондиционера И этот адрес не самый худший Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Саратовской области Сам только переехал из тесных коридоров на бабушкином взвозе ближе к правительству Председатель Александр Васильев приводит примеры судейского прошлого начала 2000-х Тогда мы размещались и в детских садах, и в школах Были примеры и в магазинах, были такие неотрицательные примеры, что и гигиенических комнат не было В Саратове даже их не было И вот в тот период мы начали работать Порядок финансирования в тот период был такой Я вот сейчас приведу пример, с чего мы начинали Порядка с 30 миллионов финансирования всей мировой юстиции региона И до 400 миллионов, я повторюсь, в текущий период Понятное дело, что в этой сумме порядка 70% это заработная плата А остальное как раз на содержание, это содержание зданий, помещений, расходные материалы, компьютерная техника Ну и так далее, все, что связано с хозяйством вот этого большого комплекса Встать суд идет, хотя и встать-то тут особо некуда Длинные коридоры участков мировых судей по Кировскому и Ленинскому районам Нагрузка последнего 5000 гражданских дел в год Плюс уголовка и административка Свыше 800 человек в день Хотя найти их расположение не так просто Это помещение НИИ-28 на проспекте Строителей В общей сложности почти 17 тысяч квадратных метров площади обходятся бюджету в 640 тысяч рублей за месяц Площади берутся в аренду В региональной собственности своих зданий под мировой суд нет Поэтому приходится подбирать помещения с минимальными расходами на их содержание Данный очаг мирового правосудия можно считать еще относительно образцовым Впрочем, унылый вид из окна на стены нивелирует местная достопримечательность – фонтан В регионе 134 мировых судебных участка 43 из них в областном центре и практически все они берутся в аренду 2011 год отметился идеей создания Дворца мировой юстиции Под эти нужды было решено переобустроить здание колледжа на Зеркальной в Ленинском районе 6200 квадратных метров площади должно было хватить на переезд всех городских участков Мы примерно посчитали, что нам нужно сделать или какие деньги вложить, чтобы запустить Этот проект, это на тот период было более 100 миллионов рублей Эти расчеты были представлены в правительство, в финансовый блок Много вели переговоров и с судейским сообществом, с нашим финансовым блоком Но, к сожалению, на тот период денег мы таких не нашли Затем позиция областного суда изменилась Изменилась все-таки Руководство областного суда, судейского сообщества посчитало, что этот проект С одной стороны затратный, но и для жителей не совсем удобный Но на балансе комитета здания пока еще числится Идут расходы на содержание и охрану А мировые судьи так и ведут прием в катакомбах Хотя самые страшные адреса сейчас плавно готовят к переезду Но чтобы ситуация в дальнейшем не ухудшалась, требуется другое финансирование судебной системы Нам необходимо средняя площадь участка от 100 до 150 Вот если просто умножить цифры, то нам нужно порядка 22-25 тысяч квадратных метров Уж если сделать все в идеальном состоянии Понятно, что областных площадей столько нет, областной формы собственности То есть нам по-любому либо придется приобретать помещение Либо ремонтировать существующие площади областной формы собственности Либо уходить в аренду Ну, если вот укрупненно сказать То каждый год, наверное, дополнительно в какой-то период времени Это 30-40 миллионов На ремонт, да, к 400 Чтобы дополнительно были вот эти деньги, которые можно потратить на ремонт На содержание имеющихся площадей К сожалению, подобная ситуация происходит именно в областном центре Система не может позволить себе иметь собственные здания За пределами города обстановка гораздо лучше Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...